Иван Бунин, 3 рубля В этот летний вечер я приехал из деревни в наш уездный город по железной дороге часу девятом. Было еще жарко, а туч сумрачно надвигалась гроза. Когда извозчик помчал меня, подымая пыль от вокзала по темнеющему полю, сзади вдруг что-то вспыхнуло. Дорога впереди на мгновение озарилась золотом, где-то прокатился гром и крупными звездами пошлепал по пыли и пролетке быстрый редкий дождь, тача же прекратившийся. Потом пролетка, сорвавшись под изволок, с мягкой дороги задребезжала по каменному мосту через пересохшую речку. За мостом дико чернели и металлически пахли городские кузни, на дороге в гору горел запыленный керосиновый фонарь. В гостинице Воробьева, лучше в городе, мне, как всегда, отвели комнату со спальней за перегородкой. Воздух в этой комнате с двумя затворенными окнами за белыми калинкоровыми занавесками был горяч, как в печи. Я приказал коридорному отворить окна, настежь, принести самовар и поскорее подошел к окну. В комнате дышать было нечем. За окном уже чернела темнота, в которой то и дело вспыхивали молнии, теперь уже голубые, и катился точно по ухабам гул крома. И помню, я подумал до того ничтожной городишка, что даже непонятно, зачем так грозно вспыхивает над ним этот великолепный голубой свет, и так величественно грохочет, сотрясается мрачное, невидимое небо. Я пошел за перегородку и, снимая с себя пиджак и развязывая галстук, услыхал, как влетел с самоваром на подносе коридорный и стукнул в круглый стол перед диваном. Я выглянул. Кроме самовара, полоскательницы, стакана и тарелки с булкой, на подносе была еще чашка. «А чашка зачем?» – спросил я. Коридорный ответил, заиграв глазами. «Там вас одна барышня?» – спрашивает Борис Петрович. «Какая барышня?» Коридорный пожал плечом и манерно усмехнулся. «Понятно какая. Очень просила впустить. Обещала рубль на чай, если хорошо заработает. Видела, как вы подъехали. Из уличных, значит?» «Ясное дело. Таких у нас никогда незаметно было. Приезжие обыкновенно за барышнями к Анне Матвею мне посылают. А тут вдруг какая-то сама входит, ростом замечательная и вроде гимназистки». Я подумал о скучном вечере, который предстоял мне и сказал «Это забавно. Впусти ее». Коридорный радостно исчез. Я стал заваривать чай, но в дверь тотчас постучали, и я с удивлением увидал, как, не дожидаясь ответа, в комнату развязными шагами, больших ног, старых холщовых туфлях вошла рослая девушка в коричневом гимназическом платье и соломенной шляпке с пучком искусственных васильков сбоку. «Вот шла и забрела на огонек к вам», – с попыткой иронической усмешки сказала она, отводя в сторону темные глаза. Все это было совсем не похоже на то, что я ожидал. Я слегка растерялся и ответил не в меру весело. «Очень приятно. Снимайте шляпку и присаживайтесь чай пить». За окнами вспыхнуло уже фиолетово и совсем широко. Гром прокатился где-то близко и предостерегающе. В комнату пахнуло ветром, и я поспешил затворить окна, обрадовавшись возможности скрыть свое смущение. Когда я обернулся, она сидела на диване, сняв шляпку и закидывая назад стриженные волосы протолковатой загорелой рукой. Волосы ее были густые, каштановые, лицо несколько широкоскулое в веснушках, губы полные и сиреневые, глаза темные и серьезные. Я хотел шутливо извиниться, что я без пиджака, но она сухо посмотрела на меня и спросила, «А сколько вы можете заплатить?» Я опять ответил, сделанный беспечностью, «Успеем еще сговориться, выпьем прежде чайку». «Нет», — сказала она, хмурясь, «я должна заранее знать условия. Я меньше трех рублей не беру, три так три», — сказал я с той же глупой беспечностью. «Вы шутите?» — спросила она строго. «Нисколько», — ответил я, думая. «Напою ее чаем, дам три рубля и выпровожу с Богом». Она вздохнула и, закрыв глаза, откинула голову на отвал дивана. Я подумал, глядя на ее бескровные сиреневые губы, что она верно голодна, подал ей чашку чаю и тарелку с булкой, сел на диван и тронул ее за руку. «Кушайте, пожалуйста». Она открыла глаза и молча стала пить и есть. Я пристально смотрел на ее загорелые руки и строго опущенные темные ресницы, думая, что дело все больше принимает нелепый оборот, и спросил. «Вы здешняя?» — она помотала головой, забивая булку. «Не, дальняя». И опять замолчала. Потом встряхнула с колен крошки и вдруг встала, не глядя на меня. «Я пойду раздеваться». Это было неожиданнее всего. Я хотела что-то сказать, но она повелительно перебила меня. «Затворите дверь на ключ и опустите шторы на окнах». И пошла за перегородку. Я с бессознательной покорностью и поспешностью опустил шторы, за которыми продолжали все шире сверкать молнии, будто стараясь поглубже заглянуть в комнату, и все настойчивее катились сотрясающие гулы. Повернул в прихожей дверной ключ, не понимая, зачем я все это делаю. И уже хотел было войти к ней с притворным смехом, перевести все в шутку или соврать, что у меня страшно разболелась голова. Но она громко сказала из-за перегородки. «Идите!» И я опять бессознательно повиновался, вошел за перегородку и увидел ее уже в постели. Она лежала, натянув одеяло до подбородка, дико смотрела на меня совершенно почерневшими глазами и сжимала постукивающие зубы. И в беспамятстве, растерянности и страсти я дернул одеяло из ее рук, раскрыв все ее тело в одной коротенькой заношенной сорочке. Она едва успела поймать голой рукой деревянную грушу над изголовьем и потушить свет. Потом я стоял в темноте возле раскрытого окна, жадно курил, слушал шум отвесного ливня, низверкавшегося в черном мраке на мертвый город вместе с ярким и быстрым трепетом фиолетовых молний и дальними ударами грома. Думал, вдыхая дождевую свежесть, смешанную с запахами города, накаленного за день. Да, непонятное соединение. Это жалкое захолустье и это божественно грозное, грохочущее и слепящее в ливне величие. И все больше дивился и ужасался, как же это я все-таки не понял до конца, с кем я имею дело. И почему она решилась продать за три рубля свою девственность. Да, девственность. Она окликнула меня. Закройте окно, очень шумит, и подойдите ко мне. Я вернулся в темноте за перегородку, сел на постель и, найдя и целуя ее руку, стал говорить. «Простите, простите меня!» Она бесстрастно спросила. «Вы думали, что я настоящая проститутка, но только очень глупая или сумасшедшая?» Я поспешно ответил. «Нет, нет, не сумасшедшая. Я только думал, что вы еще малоопытны, хотя уже знаете, что некоторые девицы в известных домах надевают гимназическое платье. Зачем? Чтобы казаться невиннее, привлекательнее?» «Нет, я этого не знала. У меня просто нет другого платья. Я только нынешней весной кончила гимназию. Тут внезапно умер папа. Мама умерла давно. Я из Новочеркасска приехала сюда. Думала найти тут через одного нашего родственника работу. Остановилась у него, а он стал приставать ко мне. И я ударила его, и все ночевала на скамейках в городском саду. Я думала, что умру, когда вошла к вам. А тут еще видало, что вы хотите как-нибудь отделаться от меня. «Да, я попал в глупое положение», сказал я. «Я согласился впустить вас просто так, от скуки. Я с проститутками никогда не имел дела. Я думал, что войдет какая-нибудь самая обыкновенная уличная девочка. И я угощу ее чаем, поболтаю, пошучу с ней, потом просто подарю ей два-три рубля». Да. А вместо этого вошла я. И почти до последней минуты старалась держать в голове одно три рубля, три рубля. А вышло что-то совсем другое. Теперь я уже ничего не понимаю. Ничего не понимал и я. Темнота, шум ливня за окнами. Возле меня лежит на постели какая-то новочеркасская гимназистка, которой я до сих пор не знаю даже имени. Потом эти чувства, что с каждой минутой все неудержиме растут во мне к ней. Я с трудом выговорил, чего вы не понимаете. Она не ответила. Я вдруг зажег свет. Передо мной блеснули ее большие черные глаза, полные слезами. Она порывисто поднялась и, закусив губу, упала головой на мое плечо. Я откинул ее голову и стал целовать ее искаженный и мокрый от слез рот, обнимая ее большое тело, спустившись из плеча соношенной сорочки. С безумием жалости и нежности увидал ее пропыленные, смуглые девичьи ступни. Потом номер был полон сквозь спущенные шторы утренним солнцем, а мы все еще сидели и говорили на диване за круглым столом. Она с голоду допивала холодный чай, оставшийся с вечера, и доедала булку, и все целовали друг другу руки. Она осталась в гостинице, я съездила в деревню, и на другой день мы уехали с ней на минеральные воды. Осень мы хотели провести в Москве, но и осень, и зиму провели в Ялте. Она начала гореть и кашлять, в комнатах у нас запахло криозотом, а весной я схоронил ее. Ялтинское кладбище на высоком холме, и с него далеко видно море, а из города кресты и памятники, и среди них, верно, и теперь еще белеет мраморный крест на одной из самых дорогих мне могил. И я уже больше никогда не увижу его. Бог милосердно избавил меня от этого. 1944 год